Всем привет! С вами Гаро и вновь по вашим просьбам я рассказываю о различных самолетах War Thunder. Сегодня речь пойдет о P-39 Аэрокобре и сразу же несколько замечаний. Поскольку различные модификации P-39 отличаются друг от друга не так уж критично, я буду рассматривать их комплексно. Однако все P-63 King Cobra сильно отличаются от них и говорить именно о King Cobra мы будем в следующий раз и отдельно. Поскольку самолет очень необычный и с ним связано много мифов, видео будет длиннее предыдущих. Среди игроков очень распространено мнение, что Аэрокобра это очень сложный в управлении самолет, но в умелых руках прямо-таки оружие смерти. Это верно и в то же время не совсем правильно. Да, Cobra очень сложна в управлении и да, если вы научитесь летать на ней, вы сможете эффективно воевать. Однако последнее верно и для любого другого истребителя. Если вы действительно научитесь летать на каком-то самолете, то он и станет настоящим оружием смерти в ваших руках. Достаточно вспомнить подвиги реальных воздушных асов. К примеру, Сабура Сакайи, который, лишившись в предыдущих боях глаза, что уже из ряда вон для истребителя, сражался в одиночку против 15 хелкатов, на давно уже уступавшем МПЛ Техазера. И спустя 20 минут боя у хелкатов просто кончился боезапас, а японский ас вернулся на аэродром без единой пробоины. А ведь у каждого хелката по 6 крупнокалиберных браунингов. Или знаменитая Ахтунг-Ахтунг в небе по крышке, который воевал, кстати, на П-39, о котором мы сегодня и говорим. Можно, конечно, спорить о том, является ли эта фраза пропагандой, однако выдающиеся победы советского аса на полюбившейся ему кобре бесспорны. Надеюсь, вы меня простите за такое лирическое отступление. Мне захотелось заострить внимание на том, что любой самолет в руках мастера – настоящая машина смерти. Если вы научитесь управляться со своенравной коброй, она не станет вдруг маневренным самолетом или самым быстрым, и не превратится вдруг в высотный истребитель. Нет, вы просто научитесь на ней летать. Не больше, но и не меньше. Для лучшего понимания я опять чуть пройдусь по истории и отвечу на два простых вопроса. Почему аэрокобру так не любили американцы, и почему ее так любили советские пилоты? Все игроки, хоть сколько-нибудь знакомые с авиасимуляторами, знают, что Кобра сложна в управлении, и очень любит сваливаться в штопор. Причем часто не просто в штопор, а в плоский штопор, выйти из которого уже практически нереально. Ко всему прочему, из-за задней центровки, что это такое, и чем это страшно, я расскажу позднее, самолетом было еще и невероятно сложно управлять. При этом никакими выдающимися ЛТХ он похвастаться не мог. А головной боли доставлял очень много. Американские летчики называли Кобры цепными псами, из-за двигателя, расположенного позади пилота. Они попросту боялись этих машин, и не только из-за того, что риск свалиться в штопор был очень велик. Во многом из-за нестандартного расположения движка, что доставляло массу проблем при аварийных посадках или при попытках покинуть самолет с парашютом. И боялись, надо сказать, вполне оправданно. Применялись же Кобры именно в Гуадоканале. Из-за хорошего в кавычках качества аэродрома Хендерсон Филд, благодаря трем стойкам шасси, Кобры были единственными армейскими истребителями, способными взлетать с таких вот аэродромов. Кстати, и садиться Кобра может в самых неожиданных местах, что и вы видите на видео. Но это так, в шутку. Как только войска начали поступать П-38 Лайтнинги, редки были случаи, когда американские пилоты сами ломали и вызывали аварий Кобр. Лишь бы побыстрее пересесть на Лайтнинг. Учитывая интенсивность боев в то время, ведь Лайтнинги только начали появляться и из эра господствовали в воздухе, это многое говорит о особой любви американцев к этим самолетам. Само собой, у Кобры не было никаких шансов стать основным армейским истребителем ВВС США. И самолет изначально был, что называется, экспортным. И на Восточном фронте он оказался удивительно к месту. Надеюсь, фанаты Кобры не сильно обидятся, но полюбилась она советским пилотам за неимением лучшего. Ведь на дворе был 1942-1943 год, и на тот момент не впечатляющее вооружение Кобры считалось действительно серьезным аргументом для выбора в пользу этой машины. То есть считалось довольно приличным. Ко всему прочему, русским летчикам очень приглянулась эргономика кабины, отличный обзор, неприхотливость в выборе аэродрома и, конечно же, отличная защита всех важных механизмов. Ну и бронеспинка, конечно. В игре все эти бонусы, к сожалению, уже не кажутся такими уж важными в выборе истребителя. Надеюсь, вы меня все-таки простите за такое длинное вступление, поскольку я уже добрался до пресловутого управления этой самой Коброй. Для начала стоит уяснить, что П-39 это самолет с задней центровкой. То есть центр массы находится за аэродинамическим фокусом самолета. И это грозит нам целым рядом проблем. Когда вы прилагаете какой-то момент, к примеру, поворачиваете, на самолете с передней центровкой, он после того, как вы отпускаете кнопку или рукоять джойстика, пытается вернуться назад сам и выровняться относительно потока. А самолет с задней центровкой, наоборот, усиливает этот момент и выравнивать его приходится всегда самостоятельно. То есть ими всегда надо управлять. Неудивительно, что таких самолетов делали очень мало. В игре это Кобра, Ишак и Сиден Кай. На последних двух это не так заметно во многом и потому, что виртуальный инструктор почти полностью компенсирует эти недостатки в управлении самолетов с задней центровкой. Но на очевидный вопрос, а зачем вообще такие самолеты делать, есть простой ответ. Теоретически самолеты с задней центровкой гораздо маневреннее аналогичных с передней. Вот только оказалось, что не всегда это верно. Сиден Кай и Ишак действительно отличаются хорошей маневренностью, а вот с Коброй не получилось. Но это все теория, теперь на практике. Посмотрите, к чему приводят попытки выполнить достаточно простые маневры на Кобре при реалистичном управлении. Сначала петля. То есть совершенно теряется управление и самолет начинает падать. Теперь давайте попробуем быстро сделать левый поворот. Выполнять даже такие простые действия на Кобре надо очень аккуратно и не спеша. Думаю, вы и сами прекрасно понимаете, насколько будет опасна вот такая вот карусель в настоящем бою. Чтобы исключить, так скажем, фактор пилота, ведь я все еще не могу похвастаться особым летным мастерством, я выполню аналогичные действия на ZERO в том же реалистичном режиме. Так, видите, все вышло без труда. Несмотря на то, что инструктор упрощает управление П-39, даже с ним можно получить несколько очень неприятных моментов. Вот, к примеру, я попытался быстро повернуть самолет влево. И аналогичный маневр на ZERO. Мне кажется, все очень наглядно. Повторюсь, управлять Коброй надо очень аккуратно. Причем опасаться надо не только сваливания и потери управления, но и потери скорости. А на скорости менее 500 км в час Кобра считает, что летающий труп. Как и многие другие американские машины, Кобра способна воевать только на скорости. И летать предпочитает по прямой. Никаких маневровых боев. Сама же тактика неизменна. Качели, бум-зум, называйте как хотите, по сути все так же. Пикирование, скорость, атака, уход на высоту. Кстати, воевать Кобре Кобра предпочитает на высоте до 4,5-6 тысяч метров. Что было в самый раз для Восточного фронта. Да и для текущих докфайтов в игре. Немного о вооружении. Для игры на Кобре вам придется освоить такой небольшой трюк, как раздельная стрельба. Для тех, кто летает с джойстиком, это обычное дело. А вот для летающих на мышке надо поставить пулеметы на отдельную кнопку мыши. По умолчанию они отделены от пушек не очень удачно. Я поставил стрельбу с пулеметов на боковую кнопку мыши, к примеру. А если нету, то советую использовать среднюю кнопку. Вся соль в том, что сначала вы открываете огонь только из пулеметов. И как только от вражеского самолета начнут отлетать куски, и вы уверены на 100% попаданий, надо открывать огонь из пушки. Все эти ухищрения нужны из-за малого боезапаса основного орудия. Всего 30 снарядов. Вообще-то так стрелять надо всегда, если на вашем самолете есть пушки и пулеметы. Но на Кобре просто нельзя никак иначе. Это единственный вариант эффективно использовать ее вооружение. Подытожим. Кобра, несомненно, один из самых сложных в управлении самолетов. К тому же не впечатляющий какими-то выдающимися ЛТХ или вооружением. Однако есть в нем что-то такое, что привлекает все новых пилотов к освоению этой сложной машины. Это довольно сложно передать словами, но какой-то ореол таинственного летного мастерства просто-таки окружает этот самолет. И асам, умеющим управлять с П-39, можно только позавидовать. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Извините, что так затянулось все это. Но самолет действительно непростой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новостями на Гохору.